Всем привет, друзья! Не так давно ко мне в руки попал новенький телефон BlackBerry Z10 от одноимённой канадской компании BlackBerry, которая в девичестве звалась RIM, Research in Motion. Но руководство компании решило, что RIM не круто, а вот BlackBerry круто. Ну, в общем-то, не так оно и важно на самом деле. Важно то, что это первый сенсорный смартфон компании, поэтому давайте-ка его сравним с iPhone 5. Вдруг он окажется лучше и интереснее купертиновского девайса. На этот раз счёт мы вести не будем. Предлагаю вам самим в итоге решить, кто же выйдет победителем из этой схватки. Поехали! И в первую очередь мы начинаем с внешнего вида устройства и корпуса. Подробнее на iPhone мы останавливаться не будем, и так всем известно, что он тонкий, лёгкий, алюминиевый и, что неприятно, царапающийся. А вот флагман BlackBerry хоть в чём-то и напоминает iPhone, но выполнен из пластика. Задняя крышка рифлёная, съёмная, имеет отверстие для камеры и логотип компании. Справа на торце расположились три кнопки. Две для увеличения и уменьшения громкости, а третья для вызова голосового управления, который не то что по-русски, а даже по-английски понимает с трудом. Слева разъёмы micro HDMI и micro USB, а сверху расположился микрофон шумодав, кнопка блокировки и 3,5-мм миниджек для наушников. Снизу прорезь громкого и качественного динамика. Сам по себе телефон больше, как корпус, так и экран, но о нём мы поговорим чуть позже, а пока продолжим о корпусе. Несмотря на то, что он пластиковый, в руке Z10 ощущается вполне достойно, а строгий дизайн создаёт ощущение хорошего такого девайса, каким, впрочем, забегая вперёд, скажу, он и является. И осталась у нас передняя часть. Здесь красуется потрясный по качеству дисплей с диагональю 4,3 дюйма, фронтальная камера и датчики света и приближения, в общем-то стандартный набор. Снизу логотип производителя и надпись BlackBerry, хотя без неё девайс смотрелся бы лучше, но есть значит есть, никуда от этого не деться в нашем случае. С iPhone же всё ясно и понятно. Алюминиевый корпус, кнопка спереди, камера сзади и царапины по всему корпусу. Едем дальше. В BlackBerry Z10 дисплей чуть больше. 4,3 дюйма против 4 дюймов в iPhone 5. Большие разрешения в канадском смартфоне эти цифры составляют 1280 на 768 точек, а вот в iPhone 5 всё поскромнее – 1136 на 640 пикселей, благодаря более высокому разрешению и плотность точек на экране BlackBerry выше – 356 ppi против 326 на iPhone. Сложно сказать, что разница видна невооружённым глазом, но изображение на экране BlackBerry всё же чуть чётче, хотя это и не так просто заметить. Обычно высокие ppi хорошо сказываются на читаемости шрифтов, поэтому у BlackBerry здесь всё без нареканий, картинка чёткая и красивая. Цветопередача тоже на высоте, причём по моим субъективным ощущениям Z10 по этому параметру не только не уступает шикарному дисплею iPhone 5, но и даже его превосходит благодаря чуть более тёплым оттенкам. Но это опять же достаточно субъективное суждение, тут уж на вкус и цвет, но в чём BlackBerry определённо обходит iPhone, так это в размерах экрана и чёткости. Теперь перейдём к начинке девайсов. Оба они не могут похвастать четырёхъядерными процессорами и безграничными гигабайтами АЗУ. В iPhone 5, как известно, используется двухъядерный чип А6 с гигабайтом оперативной памяти и тактовой частотой в 1,3 ГГц. В BlackBerry всё чуть более радужно. Тоже двухъядерный процессор, но работает он на частоте 1,5 ГГц, а оперативной памяти в запасе имеет аж 2 ГБ. К великой радости в магазине приложений BlackBerry World нашлось приложение Geekbench, в котором мы тестим все девайсы, начиная от телефонов и заканчивая компьютерами. К слову, Geekbench показывает реальную частоту процессора в 820 МГц. Не совсем понятно, действительно ли это так, или же программа сама по себе некорректно определяет цифры. Но в любом случае, BlackBerry набирает в этом тесте больше iPhone. 1721 очко и 1659 очков соответственно. Не бог весть какая разница, но всё же в синтетике BlackBerry чуть более производителен. А вот как обстоят дела на практике, нам и предстоит выяснить. По плавности работы с iOS может сравниться, пожалуй, только Windows Phone. Правда, кроме плавного перелистывания квадратиков, окошки вряд ли ещё чем-то могут похвастать. Ну да ладно, не о них сейчас речь. BlackBerry, к сожалению, совсем не такая плавная, как iOS. Очень часто встречаются лаги прокрутки списков, что жутко раздражает. С другой стороны, приложения открываются быстро и работают в целом вполне себе неплохо. Те, что есть. В магазине BlackBerry World практически пусто. Хоть представители компании обещали десятки тысяч приложений на старте, пока их особо и не видно. Например, нормальный клиент для YouTube или Twitter мне найти так и не удалось. Зато в систему изначально встроен Facebook, Foursquare и плохенький Twitter клиент. Стоит отметить, что вообще сама по себе BlackBerry очень удобно. Порой кажется, что телефон действительно знает, что хочет от него пользователь и всячески старается сделать использование более удобным. Также очень здорово реализовано управление свайпами. Это действительно удобно и правильно, потому что стараться попасть пальцем в экранные кнопки телефона, особенно учитывая то, что размеры дисплеев постоянно растут, не особо-то и удобно. Отдельно нужно упомянуть о клавиатуре BlackBerry. Система автоматического предложения вариантов следующего слова работает просто на ура. Телефон действительно понимает, что вы пишете и предлагает близкие по смыслу слова. Набор текста по-настоящему удобен, только портит все один единственный момент. Вот вы разогнались, пишете много-много и быстро-быстро, как возникает необходимость поменять язык. Вот тут-то вы и споткнетесь. Чтобы поменять язык, нужно задержать кнопку смены языка и не отрывая палец от экрана его сменить, что совершенно неудобно, сравнивая с кнопкой смены раскладки клавиатуры на iPhone. Щелк и клавиатура поменялась, но предугадывание слов все равно выглядит и используется очень приятно, как ни крути. Единственной проблемой системы сейчас является неширокий выбор приложений в магазине и некоторая неоптимизированность. Будем надеяться, что со временем эти детские болезни пройдут, ведь BlackBerry переживает второе рождение. Теперь о музыке. Тут особо много и не скажешь. Оба аппарата звучат очень и очень хорошо, но все же у iPhone есть один небольшой плюс. В настройках можно выбрать пресеты эквалайзера. В BlackBerry я этой возможности не увидел, как не искал. Похоже, что там вообще эквалайзера нет, но с другой стороны и без него телефон звучит отлично. Были некоторые опасения, что процесс перекидывания музыки с Mac на BlackBerry окажется не таким и простым. Но нет, на самом деле это происходит так же, как и на iPhone. Только вместо iTunes нам нужно использовать BlackBerry Link, который телефон сам предложит установить при первом подключении. По своим фотовозможностям оба девайса весьма похожи. В них обоих установлены основные камеры на 8 мегапикселей, и оба они делают вполне качественные снимки. Хотя здесь iPhone все же несколько выигрывает благодаря режиму HDR, который оказывается очень полезным при съемке неравномерно освещенных сцен. Правда, BlackBerry умеет делать пачку снимков подряд, чтобы потом вы могли выбрать наилучший. Но эта функция, на мой скромный взгляд, не будет очень-то и востребованной. Фронтальная камера в BlackBerry имеет фокусное расстояние чуть больше, поэтому в кадре при видеозвонках будет гораздо меньше лишних деталей, только ваше довольное лицо. С другой стороны, качество картинки с фронтальной камеры на iPhone все-таки несколько выше. Вот мы с вами и подошли к волнующему моменту – непосредственному подведению итогов. Вынужден вас разочаровать, господа. Имя победителя вы от меня не услышите, по той причине, что BlackBerry хорош, очень хорош. Новая операционная система удобно работает вполне шустро, но все же имеет ряд недостатков. Но оно ведь и понятно – BlackBerry 10 еще очень молода, но уже умеет многое. Шансов войти в тройку лучших мобильных операционок и вытеснить оттуда Windows Phone достаточно много, хотя бы потому, что она удобнее. Да и как смартфон BlackBerry Z10 вполне себе хорош – стильный, качественный, приятный. Да, пока он подтормаживает. Да, карты в России просто-напросто не работают. Но уже сейчас видно, что система удобная и перспективная. Так что, если вы не боитесь экспериментировать, то ваш выбор BlackBerry. Если вы хотите гарантированно широчайший выбор приложений и плавность работы системы, то лучше посмотреть на iPhone. А на этой положительной ноте предлагаю объявить боевую ничью, так как оба смартфона по-своему хороши. Ну а на этом все. С вами был Илья Акзаков. Подписывайтесь на новые видео, ставьте большие пальцы вверх. И до встречи в комментариях. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»